Привет! Разберем текст Марины Рождественской. Это компания, которую я в жизни не смогу название произнести. И это, кстати, одна из проблем, что, возможно, вам стоит вначале написать, как это читается по-русски. Сурггит... Не знаю, короче, подумайте, может быть, нам стоит прям произнести название компании по-русски и рядом тут же продублировать на том языке, из которого это изначально сделано. Просто, когда название, например, по-английски, как правило, проблем не будет, потому что все по-английски более-менее читают, особенно профессионалы. Но когда это что-то такое, могут быть проблемы. Но это детали, это не важно. Решение для больших кухонь. Я бы здесь посмотрел не в сторону больших кухонь. То, что вы написали в заголовок здесь, это очень хорошо. Но подумайте, может быть, нам стоит сказать, например, решение для профессиональных кухонь или решение для кухонь в ресторанах. То есть я здесь предложу в ресторанах вопрос профессиональных кухонь. То есть здесь из-за того, что написано большие... Я понимаю, что, может быть, это для дома подходит, но люди, которые хотят для дома профессиональную кухню, они, наверное, будут искать скорее кухню для ресторанов. И это будет обоснованно, чем... То есть мне кажется, что вот так нужно. Дальше. Когда мы начинаем писать текст о компании, я не рекомендую сразу бросаться в подзаголовки. Оно неплохо, в принципе, когда у вас все в подзаголовках. Но, как правило, первый блок текста – это такое знакомство. И говорить специально «знакомство» не надо. Поэтому я бы вот это убрал. Мы работаем везде, где нужно накормить людей. А дальше классно. Смотрите. Компания оснащает рестораны, кафе и столовые профессиональным кухонным оборудованием. Единственное, я бы чисто для читаемости поменял бы. Оснащает профессиональным кухонным оборудованием рестораны, кафе и столовые. И тут через тире мы работаем везде, где нужно накормить людей. Вот здесь это будет уместно. Мы можем разработать проект, осуществить монтаж и следить за состоянием вашего оборудования. Здесь вообще я люблю, мне приятно, когда в тексте сразу… То есть я понимаю, что читатель может уже это понять, это уже неплохо. Но я бы добавил сюда как бы жизненный сценарий. Например, мы можем разработать проект, осуществить монтаж, следить за состоянием вашего оборудования, запятая, чтобы ваши повара, шефы и администраторы могли думать только о еде или только о готовке. То есть как бы нарисуйте немного картину, как это в жизни этих людей. А может быть, а может быть, это не про этих шефов, администраторов. Может быть, это про собственников кафе и столовых. Может, это про них. Подумайте, может быть, это надо в их жизнь перенести. Ну, в общем, вариант. Но лучше всего у нас… Можно убрать «но» сразу. Просто лучше всего у нас получается комплексное решение для кухонь. Если у вас есть идея, вот здесь я бы комплексное решение раскрыл. Вот на самом деле это уже здесь написано. Мы знаем, как и что поставить на кухонь, чтобы вы достигли своих целей. Тут запятая, да, нужна. Но важно другое. Тут нужно двоеточие. И привести несколько примеров. Как установить… Я сейчас фантазирую, потому что я не знаю специфики, но я сейчас там из своих скудных представлений. Как установить островок, чтобы он не мешал носящимся и идущим, ходящим в разные направления поварам. Где должны быть морозильные камеры, чтобы всей команде было удобно к нему иметь доступ. Куда вывести мойки, чтобы что-то еще. То есть приведите пару примеров того, что для вас вот эта вот комплексность. Распишите пару сценариев того, как эта комплексность выражается, и вы увидите очень хороший результат. Вы увидите, что оно становится как бы… Даже в глазах читателя, который об этом раньше никогда не задумывался, не задумывался о важности комплексности. Например, вы увидите, что оно у него в голове начинает рисоваться, и он такой… Блин, это действительно важно. Давайте я приведу какой-нибудь пример из того, что я знаю. Например, вот такое. Мы знаем, как создавать медиа в комплексе. То есть я использую то же самое слово «в комплексе». Как написать статью, как ее рекламировать, где, с кем обмениваться трафиком, и что делать, чтобы клиенты, чтобы читатели превращались в клиентов. Если вдруг там… Если контент начнут воровать, мы знаем, как его защитить, а ворованный контент превратить в прибыль. Мы знаем… Мы умеем делать так, чтобы ваши статьи перепечатывали другие издания со ссылкой на вас. Вот это вот то, что я бы назвал, например, комплексным подходом к контенту. И если мы… Вот мы как бы рассказываем читателю, в каких ситуациях это может ему оказаться полезным, и на него это производит гораздо большее впечатление, чем просто комплексное создание медиа в комплексе. Я бы в этом направлении подумал. Так, ага. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом. Здесь сейчас у нас будет проблема, что мы заявляем такую общую фразу, такой как бы труизм. Ну, а кто не нацелен на долгосрочное сотрудничество? И чтобы это заработало, нам нужно будет где-то сказать, чем мы жертвуем ради этого, к сожалению или к счастью. То есть, чтобы труизм сработал, типа, мы за качество. Надо сказать, мы за качество, но против чего-то другого. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом. Даем, можно убрать мы здесь, даем гарантию на оборудование один год и готовы предложить сервис на весь срок эксплуатации. А если вы решите, например, делать торт вместо пиццы, во, вам можно с подъемной проверкой, и заберем ненужное оборудование на реализацию. Вот это вот хорошо. То есть, вы привели пример, когда вы прям реально нацелены на долгосрочное сотрудничество. Единственное, мне здесь не очень нравится, что вы сразу начинаете пример, не сказав абстракцию. Пример без абстракции тоже не работает. Мы поможем даже с перепрофилированием. Если вы решите, например, делать торты вместо пиццы, все и дальше. Ну и теперь я бы написал делать не пиццу, а торты. Вот так. Просто так больше нравится. Мы поможем с перепланировкой, и заберем ненужное оборудование на реализацию. Я вижу, у вас здесь выделяется периодически жирным. Мне не нравится выделение жирным внутри текста. Оно создает страшный шум. И на сайте, вот как сейчас, все более-менее прилично. Вы тут кое-как выкрутились, и текст более-менее читается на фоне этого. Хотя я понимаю, какое тут колдунство используется. Это тонкое колдунство. Правильно, да? Но если вы начнете выделять жирным, здесь внутри читаемость снизится. Поэтому я не рекомендую вам выделять что-либо жирным внутри текста. Кажется, что это опасновато. Опасно. Опасно. Шоурум, по-моему, сейчас пишется слитно. Хотите... Ну, вот я бы здесь написал не для вас открыть шоурум, а шоурум для тех, кто хочет все потрогать. Хотите пообщаться с шеф-поваром Rational или узнать о всех возможностях кутера RobootCup? Афиша мероприятий тут. Значит, во-первых, абсолютно точно не стоит ставить ссылку на тут. Лучше написать «посмотрите на нашу афишу мероприятий». И еще тут неочевидная связка про шоурум для тех, кто хочет всех потрогать. Может быть, дело тут не в том, что это шоурум, а в том, что вы проводите мероприятие. Мероприятие для профессионалов. Так, лучше, да. Работаем в тесном контакте с заводами. Допустим, любой ваш вопрос мы обрабатываем сразу. Мы знаем, кухня отлаженный механизм, которому нужно, конечно, создавать. Наш приоритет – скорость. Значит, во-первых, у вас тут развалилось про скорость и тесный контакт. Я бы… Непонятно, в чем связанность. Любой запрос я бы вот так сделал. Сначала мы знаем, что кухня – отлаженный механизм, которым важна карта, поэтому наш приоритет – скорость. И вместо любой ваш запрос я сразу приведу пример. Если нужно срочно пересчитать то-то и то-то или изготовить то-то и то-то, мы сможем связаться с заводом в тот же день и сделаем все, чтобы результат получился как можно скорее. То есть, вот здесь вы повторяете вроде бы одно и то же. Я бы порекомендовал вместо того, чтобы повторять, просто привести пример. Вот в данном случае примеры здесь реально зайдут, а они зайдут благодаря тому, что мы вначале сделали абстракцию, что наш приоритет – скорость – это абстракция. К нему пример, как именно вы будете это делать. Если вы хотите открыть бар или ресторан, увеличить количество посадочных мест, лизать ненужное оборудование, пишите срочный вопрос. Вот здесь сюда не нужно, просто пишите двоеточие телефон. Вот примерно так, такой разбор. В целом текст очень хороший, в целом он хорошо был структурирован. То, что там стоят под заголовки – это очень хорошо. Тут есть классные штуки с примерами. Примеры прям вот такие замечательные. Но вот видите, чуть-чуть там подвигали, покрутили и там немного улучшили. Надеюсь, вам это было полезно. Ну, продолжим наш курс.